На нашу горячую линию позвонила жительница микрорайона Новининкой. Надежда, так зовут хозяйку квартиры, обратилась с просьбой помочь разобраться с соседом сверху, который регулярно уже несколько месяцев утром и вечером заливает ее жилплощадь водой. Проблема началась в 2016 ноябре месяце. Соседа заселились жильцы индукции и начало течь в ванной. Каждый день капает, я обратилась, и вот уже 17-й год, кончился январь месяц, хозяин никаких мер не принимает, сваливает на других соседей, на то, на другое. А сейчас даже не отвечает на мои звонки. Как себя вести в такой ситуации, когда с соседями договориться не получается, мы спросили у представителя самоуправления города Вильнюса. Прежде всего необходимо обратиться в жилтоварищество, а если его нет, то к администратору помещения, то есть в организацию, присматривающую за домом. Управляющее данными помещениями учреждения должно проверить и тут же локализовать аварию и предпринять все меры по скорейшей ликвидации затопления. Администратор практически является без вины виноватым, если не докажет обратного. На такой случай у него должна быть страховка гражданской ответственности. Администратор помещения покроет ущерб, если будет доказано, что он не предпринял все мыслимые меры по устранению затопления жильцов. Можно также вызвать аварийную службу, и виновный будет вынужден оплатить расходы. Специалист рекомендует страховать квартиры, как уже много лет это делается с автомобилями, и тогда страховые компании будут разбираться между собой. У жительницы Вильнюса Надежды квартира оказалась застрахованной, и хозяйка получила страховку в размере 129 евро. Но сделать даже минимальный косметический ремонт не может. Сейчас пошло уже по комнате и по кухне, по панелям пошло по комнате. И в конце комнаты уже течет по обоям. Квартира, да, меня это страхована, но меня это не устраивает. Мне нужно, чтобы он ликвидировал свой недостаток, и все. Если же дело зашло так далеко, как в нашем случае, и сосед не реагирует на просьбы устранить неисправность, остается одно – готовиться к суду. В таком случае необходимо в письменном виде обратиться к собственнику, а также вызвать судебного пристава. Можно эксперта, чтобы он зафиксировал залитую площадь, сфотографировал, и далее в судебном порядке взыскать убытки. Напомним, что услуги приставов и строительных экспертов являются платными, но эти расходы впоследствии возмещаются решением суда. Представитель администрирующей организации «Ноининку Укис» Артур Асбернатавичус проинформировал нас, что после выяснения причин затопления они безуспешно пытались убедить соседа Надежды, героини нашего репортажа, устранить течь, но в итоге также порекомендовали готовиться к судебной тяжбе. Андрей Танин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал.